Возможностью законить гараж и землю, на которой он стоит, давно стало для владельцев головной болью. О том, как законодательные органы власти в стране планируют решать этот важный для граждан вопрос, рассказал на состоявшейся в администрации встрече с председателями гаражно-строительных кооперативов депутат Московской областной думы Владимир Шапкин. Он сообщил, что Госдума недавно приняла во втором чтении законопроект о так называемой гаражной амнистии. Закон позволит гражданам в течение пяти лет до 1 сентября 2026 года бесплатно получать в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся гаражи, построенные до 30 декабря 2004 года, до введения в действие градостроительного кодекса. Уже из рамочных требований, которые изменения вносятся в законодательные акты, ясны некоторые вопросы, которые мы хотим и сегодня нашим руководителям гаражно-строительных кооперативов довели, чтобы они начали практическую работу. Владимир Шапкин отметил, что собственникам гаражей надо разобраться, требуется ли переводить землю из ведомственной принадлежности, например, от Министерства обороны или других, в государственную или муниципальную. Помимо поиска правоустанавливающих документов, нужно еще выстроить последовательность перехода владений от одних собственников к другим и найти этому подтверждение. Владимир Шапкин сообщил, что Московская областная дума готовится внести свои предложения в намеченную гаражную амнистию. Разобраться, какой документ определяет членство ГСК. И, скорее всего, нам, как региону, будет дано право дополнять этот список. То есть это членская книжка, документы об оплате членских взносов, ну и так далее. Воспользоваться гаражной амнистией смогут и наследники, и те, кто купил гараж у первоначального владельца. В отношении таких объектов будет действовать упрощенный порядок оформления земельных участков. Мы такую поправку в свое время ко второму чтению приняли Московской областной думой. Это о наследниках, если так говорят. Их право присоединиться к этому процессу. Почему? Потому что в основном гаражи-то были построены и созданы эти кооперативы в 80-е, 90-е годы, начала 2000-х. Участвовавшая во встрече заместитель главы администрации Елена Суслина рекомендовала владельцам гаражей начать уже сейчас искать, если в этом есть необходимость, правоустанавливающие документы на свою собственность. Также до всех присутствующих было доведено, что после окончательного принятия законодательного акта о гаражной амнистии в Госдуме закон вступит в силу 1 сентября этого года. Андрей Циханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...